мы едем на родину мамы стаса я там не был 27 лет они рассказывают что они стаса маленького туда бабушки на каникулы отправляли на все лето пока у маленький был и мы сейчас когда останавливались мама у него рассказывала что этот раз лежу горит отдыхают я любил спасать свиней забегает горит стас и такой так не все быстрее быстрее мне когда объяснять этом свинью охраняю там какой-то пожар был в сарайках или где ему поручили охранять свинью и вот пятилетнем возрасте охранял свинью там спасал от пожара идет чтобы видимо она туда не побежала никуда стас охранник это у тебя с детства это твое призвание спасал тогда животных я точно помню что кого-то спасал спасатель станислав спасатель вот так вот видать какой мужчина и все а потом перестал он туда ездить мигает везде кстати полицейских очень много стоит да и этот камеру встречались либо в екатеринбурге либо бабушка к нам приезжал а потом перестали ездить потому что стасу завели собаку вверх так долго но не стасу это мама хотела больше всего кого долго она сама выбирала дуб она хотела долго я просто хотел собаку но в итоге с собакой сидел статус ну мы один раз ее попробовали оставить в вольере и там приключилась очень большая трагедия в вольере помимо собаки наши находилась еще четыре полном собаки если я не ошибаюсь это был 90 какой-то 93 может вот можете но до 93 собаки было два года и в вольере помимо него еще было по-моему 2 поле и щекает пород собак них он и что-то они там не поделили наш собак очень плохо вся игла она там что-то разобрала в поле перекусила кому-то лапу мы ее тоже нашу порвали после этого мы не стали а желающих больше долго брать на себе не было вот такая вот история после этого с собакой всегда оставался стас и бабушки не ездил в деревню как все летом потом институт уже не до этого была работа потому что я и учился на очки и работал на трех работах сразу одновременно а где ты работал не помнишь помню почему не помню просто не хочу об этом говорить история умолчивать это не этой настройке работал и дворником работал и в баре подрабатывал и сторожем работал пока учился в институте одновременно я говорю был такой момент на трех работах я работал это был третий курс института доработался до того что меня хотели выгнать из института за прогулы но ничего я с этой задачей справился все а потом а потом чё потом потом работа и уже как бы не да это не до родственников потому что работал без выходных без отпусков очень долго наверное первый раз в отпуске я поехал только в 2008 что ли году или в 2009 это не первый раз отпуск дали после института институт я закончил в 2002 сколько-то 27 лет да не был что-то мы вчера считали и пришли к выводу что до 27 лет я там не был так что поедем поедем туда и стас нам будет проводить экскурсию рассказывать как там было раньше по всем злачным местам по всем стройкам сарайкам именно стас ты будет проводить экскурсию да а кто я тебе расскажу сначала ну расскажи по твоим местам я же не могу сравниться с тобой как с экскурсоводом да ну при атору себя очень великолепно зарекомендовал в челябинске вот так так что ребят в общем едем мы до серого 161 километр да но нам считать надо будет ехать это еще же есть это по моему это края одна из крайних станций железнодорожной там пойду ветки я уже сейчас не помню о чём мы с тобой говорили то о чём походники-затейники перевал дядьва вот там тоже где-то недалеко все это начиналось я как-то читал это все изучал я знаю что они по-моему вывдали на железнодорожной станции выкружались потом их вертолетом куда-то забрасывали я бы съездил на перебал дядьва сходил бы сходил но только летом летом но явно не зимой блин мне кажется что там и летом жутковато ну хотя бы чуть-чуть где-нибудь не до конца дайте так издалека посмотреть а есть же блогер с екатеринбурга как же его как же он еще последнее время зош пропагандировал очень сильно последние года четыре а кто перестал доля что не стоять вот и он туда отправлялся группой на перевал дядьва если я не ошибаюсь я давно про это читал ему там стало плохо за ним высылали вертолет и как-то экстренно эвакуировали что-то у него с сердцем там приключилось чем-то меня напугал уж там же погибали люди тоже аномальная зона как я не знаю какая зона просто все по-разному говорят мне кажется там она мальчина какая-то творится что там он втопил да нет мы медленно едем в Алтайе вот в общем приедем все вам покажем расскажем стас нас сводит на карьер и есть что то есть что то нет не рассказываем а потом об этом расскажем это продолжение истории о элеваторе челябинска очередная спрошилка только уже из как называется забыл из гидролизного вот так что ждите на станция першина гидролизное это поселок по моему на станции железнодорожная перш а еще мы знаете теперь я знаю где находится простоквашино вот вы сегодня проезжали представляете простоквашино офигеть я даже не думал что в свердовской области не успели телефон достать да я хотела снять мне этот опять засвеченный у меня лицо больное какое-то становится сразу даже свечи знаешь что но я знаю просто люди будут сравнивать потом с кем-нибудь писать мне гадость вот так вот поэтому теперь мы знаем где находится простоквашино так что если что и знаете что в твердовской области ладно не будем сажать батарейку окончательно мы едем оставайтесь на ребята как резко меняется погода вот только что вам показывал буквально несколько минут назад и мне было все затянуто было серое небо и шоу дождь сейчас уже все солнцем да я и говорю несколько минут назад буквально то есть погода меняется очень резко очень быстро облако шикарно они дорогу кстати вот эта дорога вообще обалденный мне нравится прям прям шикарно да просто прямая дорога такая идет что не за этот не наш уральский горы с перепадами с бешенными и здесь и леса одна шопка торчит дашь дашенька дашуль что ты такая счастливая радость и даша даша что она даже не слышит меня что-то такая радостная ты не хочешь дорогие зрители мы сейчас будем проезжать моего жениха к которому я один раз пожаловала щеночков ура я так рада может он меня закиньте к нему погостить на самом деле стас такой она спала лежала стас говорит нам осталось 50 километров и мы будем проезжать город в котором живет дашин жених и она как услышала соскочила и все встала в стойку болта такая ждет в общем она чувствует что он рядом ждет встречи надеется что мы ее закинем к нему дашка поедешь к жениху дашь жениху поедешь жених там твой поедешь конечно поеду мы уже едем уже едем едем я уже и так я его так поспала и вот так поспала и вот так поспала и я могу по всяк и уже не знаю как мне лечь и чем не заняться и в общем я всю дорогу сплю остатка это мы подлечаем краю света сейчас я вам покажу почему он называет это краем света мы едем едем остаться говорит такое ощущение что там край света я говорю почему он говорит потому что облака такие вот они какого-то выходит откуда ты из бездны края света чтобы как будто бы их дальше едешь как-то кажется слева туда пока я болтала уже не так конечно но вы поняли смотрите он где такой счастье там залезли ничего нет просто обрыв просто пропасть кто знает может земля-то все-таки плоская и стоит на китах на слонах и на черепахе не знаешь теперь не посмотрим ну не мне кажется так куда мы едем там и есть края света кстати ребята если есть кто-то как называется гидролизный и вдаль 4 гидролизный если есть кто-то из наших подписчиков оттуда встречаемся завтра двадцать пятого числа в девять часов вечера возле клуба с памятником ищите нас там у нас будет фан-встреча с вами все всех приглашаю первая встреча в истории да это первое первое единственное будет фан-встреча вы вдаль 4 гидро-стальный ой как гидролизный почему гидро-стальный все время хочу назвать не знаешь между прочим там завод на котором изготавливали спиртик блин не успела черт я-то так надеялась так надеялась думаю канистрочку с собой возьмем блин не получилось но все разворачивайте едем домой раз нет серьезно ладно ну ладно ну ржет едет надо мной хи 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 все нет лекарь а знаете он вот все время он за кадром ржет ржет и только на него камеру он сразу делает каменное лицо а мне потом подписчики пишут что Нина ты ржешь какой-нибудь ты его достал он от тебя сбежит сбежишь? куда я сбежу-то? мне не буду бежать больше все? финишная прямая? все и якорь же бросил молодец какой видали, слыхали, все девки без шанса моряк пришвартовался моряк ты слишком долго плавал эй моряк ты слишком долго плавал моряк ты что плавал? ха 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 ой ладно ребята мы едем еще чуть-чуть осталось я уже измаялась из себя капец тяжело-тяжело столько времени ехать сказала Нина к этому я всю дорогу просто спала спала открою что уже приехали? ну меня укачивает эта дорога я не могу потому что ты едешь и все время вот так однотипно по краям леса и все у нас хотя бы в сторону там гор наших едешь там хотя бы пейзажи меняются тут лес и дорога, лес и дорога и все все уже уехали от нас мы едем болтаем потому что мы болтаем вообще с ушах денег что их даже не видали здесь уже всю колонну обогнаем да? это уже наша колонна вот наша это к нам люди присоединились к этому с вами в гидролизной на фан-встречу там вот из КБ из магазинчика целую машину мы заказали с собой на фан-встречу кинки-кинки видим с собой кинка в другой стороне но ничем мы потом развернем еще одну прихватим у нас зубы подождите на аус ой-ой-ой у нас встался ну здесь почка ты моих девочек сейчас упочаешь и они наплюют ну всякое может быть представляю сидят такие мониторы ну ладно теперь надеюсь увидимся с вами уже на месте у нас еще будет одна остановка еще будет? у нас еще заправлялась так на всякий случай все увидимся с вами значит на заправке вот здесь поворот на Краснотуринск и вот вот там где-то живет жених Дашкин Даша мы мимо твоего жениха проехали Даша Даша что будем делать? мы приехали мимо все оно печально у нас опять пошел дождь погода конечно вообще какая-то непредсказуемая резко то дождь то солнце то дождь то солнце то еще чего-нибудь еще же я вам хотела сообщить одну новость вы видимо настолько пожелали мне мне писали в комментариях о том что Стас плюни не в глаз чтобы ячмень быстрее прошел в итоге у меня такое ощущение что просто все кто это писал плюнули дружно в монитор у меня ячмень прошел представляете буквально за один день я вообще в шоке была спасибо всем кто плюнул мне в глаз вот ваши силы и мысли вы меня излечили всех люблю, всех целую на самом деле тручку проезжаем поиск 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 электронщик чик сгружает себя нет сейчас ехали прям с двух сторон лес стеной стоит и так красивой но я не успела снять пока по сторонам смотрела наслаждаться профукала весь лес и он такой знаете прям дремучий лес смотришь сквозь него и это вот прям прям жутко прям становится жутко от того что красиво и мне напомнило это сразу питерские леса напомнила питерские леса не такие же там дремучий и вот там прям реально прям страшно штраф 1 миллион рублей за незаконную вырубку леса написано добро пожаловать в город горлыков североуральцы я вам сейчас что-то покажу если стас протрет быстренько окошечко так жиг-жиг сделает когда все все увидят вот так смотрите какой храм на горе очень красиво ждем когда стас сейчас рассчитается за бинзик и все перекусим все дружной и поедем дальше нам осталось совсем чуть-чуть ехать еще немножечко и мы будем на месте прям все уже жду не дождусь измаялись все детка деточка мы любовь моя смотрите как анастаса любит она вот прям глаз не сводит ждет когда он выйдет это какая-то безумная любовь любовная а у нас обеденный перерыв сегодня это пирожки с капусточкой вот такие вот малыш вкусненький приятного аппетита когда у тебя нет двух лучших образований и ты не помнишь как произносятся буквы мы пообедали едем дальше нам осталось ехать в районе в 100 километров меньше даже да вот и совсем скоро начнется какая-то легендарная дорога где закончится обычная дорога и начнется дорога вложенная плитами так что будет очень как-то как-то интересно и как здесь нормально нормально вот в общем оставайтесь с нами и мы вам покажем эту дорогу и сплит что это такое как буквы и в каком порядке буквы со структурой рожака блин едем-едем ждем дорогу и сплит а ее сверху асфальтом закатали но едешь все ну как будто по плитам тык 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 как поезде ну даже видно вот так полосками как идут плиты лежат но попа ощущается дым очень сильно все чуть-чуть осталось сколько еще? километров 30 километров 30? именно месяц погодка конечно же ну судя по всему весь день будет такой дождь идти в чем калоши и вперед калоши? ну да тут мне кажется нужно идти рыбацкие сапоги будут по колено ребята мы почти доехали до края светлого посмотрите там просто до горизонта лес идет капец я в шоке меня в тайгу в какую-то привезли евдель 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 1 по-моему где-то на севере там видели реально до горизонта просто дремучий лес слышал волк выл? ты что выл что? нет серьезно говорю там волк сейчас выл прям слышно было Стас это машина двигателем тормозила нет это волк он такой я все записала на видео будет слышно капец посмотрите там лес там даже не видно там просветов никаких нет на еду еще говорят что здесь комары размером с лошадиную голову летают это Ивдель райцентр отцовый райцентр отцовый райцентр смотрите какой большой огромный в застрове да он даже хорошо новенький взрыва у людей бывает джипы такс 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 дашка дашка воодушевилась она чувствует что мы приехали почти что мы уже близко не так там большой реально райцентр даже магазин есть ну сюда кстати вот кроме нас ехало всего несколько машин по дороге и были две или три машины красно-белого мы обогнали то есть здесь есть магазины такие улица улица Ленина смотрите там что-то что администрация есть на улице Ленина да по-любому вон портреты царились от героев Советского Союза Елизаров честь него кстати здесь улицу назвали только что проезжали проигни я еще здесь не была уже уже знаю в честь кого улицу назвали видел какая наблюдательная у тебя смотри какие современные дома ооооооооооооооо какая река обалденная офигеть посмотрите как красиво Стаса показала лицо ой естественной церковью была слушай а тут прикольно Красивенько. Монетка. Слушай, а тут красивый центр-то университета. Ну все, переезжаем. Мне нравится. Давай. Отдохнем от городской суеты. Не, правда красиво? Тут же красиво. Тут природа шикарная просто. Мне очень нравится. Мы когда ехали, я прям восхищалась. Ну, когда просыпалась. А мы с тобой сидим сюда погулять? Где-нибудь в центр-то университета. Наверное. Ну сначала все тризачные места. Я уж не помню. Вспомнишь. На месте. Нет, красиво тут. Какая связь, говорю, это вот мы сюда ехали, он говорит, да. Это наш конечный, он говорит, да. Это еще окраина. В общем, центр, другие. Там тоже какая-то река идет. Потом сходим, покажем. Интересненько. Мне только что. Что-то мне такое причастливое, что у нас здесь много подписчиков. Живет. Да. Да, чтобы вам встречу удастся. Вот он этот ПК, где мы завтра встречаемся. Да, ребята, завтра в 9 часов вечера. Встречаемся вот здесь, возле вот этих дельфинов. Только где памятник? А вот дельфины есть. А, ну да. Возле дельфинов встречаемся. Да, вот он этот дом. Я помню, потому что магазин вот так. Смотрите, какой еще есть деревянный. Слушай, тут колоритненько. Вот сарайки, которые я спасал когда-то. Где свинью охранял? Ты вспомнил? Да. Прям помнишь? Помню. Ребята, там небольшая зарисовка. Вот так вот в детстве Стас спрятался от дождя здесь. Он говорит, да, я на этой качели не брал. Вот на той качели я качался. Она только не покрашенная была. Да? Да. И друган вот этот с первого подъезда, которого я не помню, он себе, по-моему, нос сломал этой качели. Какой у нас этот байкет Стасиан? У нас сегодня будут воспоминания. Не, ну правда, вот сарайки, они горели. Воспоминания Стаса смотрите на его канале. Там он расскажет вам подробнее про сарайки, которые горели, и как он спас свинью. Вот у детей настоящее детство. Пофигу вообще. Дождь, ливень, не ливень. Бегает. Мы так же росли. Ну и мы так же. Бегает вон с мечами, друг друга лупят. У меня меч, все, сейчас всех догоню, всех порву. Смотри. Это не в компьютере с утра до ночи сидеть в городе. Смотри, как круто. Вот он, на встрече детства у детей. Потом придут домой, будут этот хлюпать по всей квартире. От родителей леща получат. Эх, кайфуша, кайфуша. Потом будут вот так приедут спустя 27 лет и будут говорить. А он там за сарайками, мы мечами друг друга выпили. Кайфуша, 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 кайфуша.